Мы закончили осмотр полей у Сергея Перепелицы Ну и сейчас едем с ответным визитом ко мне на поля посмотреть, что у нас делается И вы видите, какая дорога между нами, если вы посмотрите вперед Это сплошные карьеры То есть, видите, такие насыпи, как будто мы попадаем где-то на другую планету Это вот такие вот, видите, на дороге просто выходит порода наверх Сплошные камни Вот это наша обычная ситуация На многих полях можно даже наблюдать вот такие вещи Поэтому любой недостаток в лагере, как сейчас мы наблюдаем Корнеобитаемый горизонт очень низкий То есть, очень нелубокий И внизу скала И у почвы нет возможности накопить влагу и сохранить Поэтому уже вся растительность, даже дикая здесь, присела Ну и сейчас посмотрим, что там на полях горится Итак, мы приехали на мои поля Для того, чтобы понимать ситуацию, в которой мы находимся Посмотрите, вот здесь дорога между полями Уже какие трещины И вот мы идем дальше Здесь пшеница у нас посеяна Вот эта часть 10 гектаров по вике Она более светлая А дальше по кукурузе А вот рядом, около нас, находится соседское поле Которое Здесь минимальная обработка почвы Посмотрите, как сейчас выглядит здесь пшеница Она уже почувствовала эту зацуху Видите? Какое здесь кущение Какое состояние Да Ну вот есть дополнительный стебель С которой явно, вот уже давно понятно, ничего не получится Здесь мы посчитали, что это 3 миллиона У нас посеяна тоже основная норма, это 3 миллиона Смотрим здесь Здесь пшеница после кукурузы посеяна Вы видите, здесь сорокорядный посев Вот поздневные остатки еще видны Так Ну давайте зайдем, может, уже с края А после вики где? После вики вот там Да Мыши Вот это Мыши у нас есть, но почему-то они нас не съели И если посторонять туда, видите, цвет пшеницы отличается Ждет дождя Вот видите, где загущено Сразу видно, где вот пересел Ну вот на обсеве, да Сразу не хватает влаги Я скажу, что здесь, мне кажется, питание на кукурузе было все не использовано И сейчас даже для этой влаги это избыточное питание Вот у меня такое впечатление создается Давайте посмотрим Бросайте где вам было, не лайк Нет, нет, вот так, да Как бабочек моешь Вот так бросаем Считаем Мы не попадем, да Знаете, что, наверное, надо мерить на полметра И потом умножать Согласна Мы это легко сделаем Метр на метр А, или на метр Нет, я в рядке Полгонный метр, да Полгонный метр, да Это метр, да Это метр, да Это метр Все, берем 2 по 50, это метр Вот так Берем и считаем Давайте я отсюда Отклоняем и смотрим Точки, где, от которой выходит Вот, кстати, кущение не всегда Михаил Иванович у вас Сильное Мы еще потом проанализируем Отдельное растение Ну, вот сейчас я вижу Да, вот видите, одно растение Как раз с солнечной стороны Вам это все видно Вот оно Второе, третье Вот четвертое, пятое, шестое Вот шестое, седьмое Восемь рядышком Прямо подряд посмотрим Держите Так, три, но один останется Два, один останется Короче, влаги нет Два, один останется По одному Михаил Иванович Да Вам есть о чем задуматься Да По одному Ну, этот, вот эти Было их два, да? Три было Ну, три было Всего один останется Да Те уже давно, видите Погибли один Был боковой очень слабенький Было два, да Ну, вот было два Один Михаил Иванович Да, оно же апортировалось Это надор Сорт Здесь предшественник Кукуруза У нас здесь есть нормы Просто сейчас они еще не обозначены Нормы два, три, четыре миллиона Но основная норма три И Здесь мы давали Сто килограммов мапоста На линию посева Кроме того Здесь была Кукуруза На которую мы вносили удобрения И я не увидел никакой отдачи от удобрения Возможно, что Они не сработали просто И сейчас У меня такое впечатление, что это самое По питанию Самое сильное поле, но Не хватает влаги для этого питания И я не уверен, что оно будет даже самое лучшее В плане урожая При такой засухе А вот по обработкам фунгицидного линия Да, мы обрабатывали здесь гербицидом и фунгицидом Но раздельно работали Сначала гербицидом А потом фунгицидом Мы планировали еще вторую обработку фунгицидом Но сейчас Если жаско будет продолжаться То Возможно, что откажемся 138, 139, 140 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152 Вот здесь вика была И тоже мы видим, что пшеница уже затормозилась Внизу лист желтеет Чувствуется недостаток лаги Вот это я понимаю Вот это вещи Это поле, на котором предшественник был лед убранный и чувствующий жадко Вот здесь пшеница посеяна Здесь стебель толще, чем там Здесь стебель гораздо толще, чем там Мы сейчас ищем где сурокие междуряди Вот граница Сплошной посев Сейчас давайте посчитаем здесь Здесь можно Дмитрий, а здесь можно бросить в карточку Давайте Не знаю, что вы сейчас заметили, что здесь пшеница лучше себя чувствует Чем на том поле, где была после вики Теперь одинаковой густоте Да Вот так видно Толщина стебля Меньше скручились листья Да И страдает меньше Мне кажется, здесь меньше Здесь более бедная почва И здесь меньше питания есть И сейчас в этой жаре Та пшеница, которая При лучшем питании Она себя чувствует в большем стрессе Чем вот эта, на которой здесь меньше питания Здесь мы давали также 100 кг аммопоза при посеве На линию посева И 100 кг вселитры ради весной Мы хотели еще до 100 кг аммопоза Потом наступило жаре Мы отказывались 106 стеблей получилось Таких, которые мы потенциально видим Способных сформировать голос 106 умножаем на 4 Так как рамочка это 0,25 метров квадратного Это получается 4,25 где-то 4 миллиона с четвертью Давайте вот здесь померим на метр Наши коленки севы То есть это не густота сева Это именно густота стебли стоя Перед, скажем так Да, да Ну на данном этапе Да, на данном этапе Так счастливее Здесь мы выберем рядок, но я думаю Тут у нас мыши немножко поработали Мягко говоря Ну давайте Любой, что вам нравится Такой более типичный Ну здесь ходило колесо То есть было механическое повреждение Думаю вот эти вот два ряда Один из них мы берем для подсчетов Согласны? Да И снова считаем 10,7,4,5,6,7,8,9,10,11,13,13,13,7,0,13,0,0,13,0,0,15,0,14,0,0,2,0,14,0,-15,0,0, happen, next, 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 next. Ну одно окружение 4 Это не хорошее 4 стебля А у этих по 1 стебле 110 получилось если умножаем на 2 и 6 меньше трех получилось по факту а здесь больше 4 ну какие впечатления от сравнения вот широкорядный посев и узкорядный если михаил иванович покажет ваша схема опыта что здесь одинаковые нормы высева вот эти два участка или мы упускаем вот сразу мы говорим конкретно об этом участке конкретно в этом скорее всего здесь мало бы так ситуация здесь 432 миллиона здесь опять 432 тем не менее все равно здесь даже и при этом при этом вот этот участок когда я подсчитывала продуктивные условно продуктивные мне показалось что они более более у них плотная соломина пусть они даже ниже ростом но не было более ощущение этого субъективно развитие лучше здесь несмотря на то что они не лучше быстрее просто ну раньше чуть выколосятся может быть может быть быстрее произойдет переход от одной фазы к другой просто как бы вы так интересно рассуждаете можно просто хотите спор выиграть на зеленом поле так не будет ну понятно мне просто интересно разные мнения и конкретно участка на мой взгляд этот урожай даст больше вот этот урожай даст больше но он может уйти от запала виталий да но он сегодня выглядит каждое растение как бы более мне кажется что тот больше да да мнения опять разделились и тут еще видите есть поражение мышами мы видим есть вот состояние нижнего яруса да и вот просто субъективно нижнего яруса на мой взгляд на мой взгляд здесь лучше ну что ж будем наблюдать сейчас мы поем еще посмотрим другие поля ну я честно говоря удивлен тоже что это поле оно было хуже чем там где было больше питания но сейчас мы были даже интересно сегодняшние наше умозаключение это всего лишь умозаключение это еще не понятное разговоры ни о чем выводов сделать нельзя это все предварительно все может поменяться в один день да все будет зависит как дальше будет развиваться события и в том числе придет ли дождь так ваше мнение на болезни это везде тут и там покажите болезнь вот вот у нас видите какая присутствует болезнь и вот начинается рядом был здоровый и уже начинается есть проблемы и вот она начинается это не понятно интересная проблема или что-то как бы страшная проблема а еще россия расти что вырожай будет справа больше широколядный посел да мы за широколядный поселок мы за наш интересно интересно ну что ж будем наблюдать как писал овсинский она хочет посеять рядом на чистой земле чем полезны такие совместные объекты что часто когда так много глаз видишь то чего ты когда один ходишь не замечаешь мы в процессе когда подсчитывали количество растений нарядки я заметил вот такие вещи у нас на пшеницы это поражение и сейчас мы видим что есть проблема и проблема серьезно раньше я ходил сам и не сейчас ищем варианты как с этой проблемой справиться очередное поле это уже у нас озимый ячмень сорт луран посеяно здесь у нас два с половиной миллиона также 100 килограммов амафоса на линию поселок просил только рядный ряды на 38 сантиметров уже я думаю в любом случае мы урожай получим здесь потому что колос уже выходит и вот здесь у нас есть тоже интересный опыт такой получился мы когда я уже о нем рассказывал мы когда заканчивали посев у нас закончились удобрения уже ночь наступила мы решили досеять без удобрения и вот видите вот сразу здесь 100 килограммов амафоса на линию посева а здесь мы посеяли без удобрения при посеве не можно сравнить ситуация все сделано в один день и здесь 100 килограммов селитры было и там и здесь весной но фосфора нету и ситуация совершенно другая сейчас мы видим что этого есть меню тоже влаги не хватает нету того развития как надо но в любом случае урожай здесь будет теперь посмотрим по болезням вот те что мы видели на пшенице я здесь не вижу мы пока ехали в машине уже нашли до все сошлись во мнении да мы приходим к выводу что это циркоспорелезная прикорневая гниль ломка стеблей и один из благоприятных условий которые приводятся здесь это прохладная влажная погода высокая влажность почвы это то что у нас было на протяжении всей зимы у нас зима такая была довольно мягкая но влажная и потом вот это весна затяжная холодная влажная потом резкий перепад но тем не менее вот мы на пшенице это наблюдаем здесь я пока на ячмене не вижу и чисто более да вот ячмень не поражен вы видите и тут стебли хорошо развиты но опять а теперь давайте хотел сказать давайте сравним тут нечего сравнивать мы еще может побываем где будет там у нас есть сплошная посева и так поехали поехали если посмотреть на ячмень он тоже чувствуется что он в стрессе что ему нужна влага и не сказать что он раскрывает свой потенциал для того чтобы понять ситуацию зайдем вот рядом поле где идет обработка почвы хоть даже минимальная посмотрите в каком стрессе здесь находится пшеница смотрите для того чтобы понять всю ситуацию вот как себя показывают зерновые пассивные по технологии наутил и как показывают вот обработка почвы вы представляете тут затратная часть какая да и вот сравнение можно оценить хорошо там или плохо вот мы были на пшенице на у нас на полях она тоже страдает она тоже в стрессе мы видим там есть вопросы и по болезням но в любом случае это не сравнить вот с этой ситуацией а здесь люди тоже на что-то надеялись когда сеяли и что тут отличается я не знаю какие здесь какое здесь питание но здесь есть обработка почвы а там нет ваше предположение почему этот край зеленый а здесь было когда-то здесь здесь была когда-то обочина ее придисковали да здесь просто питательный фон лучше ну даже видеть да скорее всего по целине но все равно видите потом хочу еще сказать видите обработка почвы сама по себе часто говорят на не обработка на нуле больше сорняков и так далее но вы видите что сама по себе обработка почвы не решает проблему сорняков тут много есть составляющих можно сорняками запурхаться и на нуле а можно и при обработке почвы то есть определяет это не обработка почвы защита от сорняков это лишь один из элементов любой системы земледелия но тем не менее вы видите по влаге здесь у нас страдает пшеница ячмень но здесь страдает мне кажется в большей степени потому что любая обработка почвы это хуже условия для сохранения влаги едем дальше вот так выглядит рожь мы приехали на поле ржи видите у нее снизу уже больше желтого и нас интересует или здесь прикорневая гниль будет видна так как мы видели на этом на пшенице здесь я не вижу ничего так же здесь все чисто ну я думаю уже рожь тоже урожай будет в любом случае пойдет дождь или нет вот мы кстати наблюдаем и таких вредителей тоже аленка мохнатая да она уже ест во всю у нее начался работа надо принимать срочно посмотреть какая ее вредоносность и защищаться едем дальше еще на одно мы приехали на ту же поле только были с той стороны здесь опять же кукуруза предшественник но здесь два сорта надор и торил немецкий с этой стороны и если в начале выглядел лучше этот самый торил то сейчас он выглядит ниже у него лист более так скручивается мне кажется надор выше лучше развит ну мы сейчас посмотрим надор торил они оба в широкорядном посеве здесь развитие на этой половине поля это более плодородная часть поля оно поинтересней у нас интересует опять же болезнь видно есть болезнь а ну смотрим вот здесь труднее найти а вот есть я нашел вот вот она видите ну в меньшей степени нет есть она вот она тоже да мы шли от туда ORA это нужно все выставить メлиотка ну видим эти два сорта как они себя покажут посмотри Мы сейчас пришли на один из вариантов, это сорт Торел, посеян широкорядно и сплошным способом. Вы видите, что с влагой проблемы, дождей давно не было, при том, что сильный ветер и жара, и пшеница явно находится в стрессе, хватает влаги, поэтому как дальше будут развиваться события, большой вопрос. Поэтому сейчас нужно сказать, что сорт лучше покажется, широкорядный, сплошной, и там, и там пшеница стресса. Поэтому конкретные условия о билете на самолет я уже просто даже не вспоминаю. Сейчас идет вопрос о том, если на ячмене четко видно, что уже колос есть, здесь еще больше вопросов. Удастся ли нам здесь получить колос? Какие прогнозы будут? Будет колос, Михаил Ильич. Колос будет однозначно. Единственное, здесь все бои будут размером зерно. Пшеница из-за такой холодной, влажной весны. А теперь... Сегодня сравниваем пассивы и других соседей. Мы можем сказать, что эти пассивы гораздо лучше. Условия одинаковые у всех. Слабое утешение, конечно. Это утешение. Но мы все равно видим, что у нас все равно пшеница чувствует себя лучше. Чем там, где была обработка. Есть еще куда работать, есть еще ставить опыты, есть куда расти. И слава Богу, такие года, даже бы сказать засушки, слава Богу, которые нам дают немножко добавлен от ума, потому что где надо поправить? Да, да. Но, тем не менее, сегодня видно очень хорошо, наглядно. Посевы на традиционные, посевы на новые. Не поясни. В любом случае здесь, уважаю Богу. Там мы видели, даже нельзя выбирать ничего. Уже пропало все. Скоро пойдет? Нет, дай Бог, дай Бог. Как говорил Рик Бибер, как ему рассказывала бабушка, Бог даст. Бог не даст пропасть своего рода. Не знаю. На доме живем. Этот Торилл родил, надо молиться, короче. Он более поздний, по сравнению с нашими собаками. Три уже стебля точно будет. Три колоска. Не будет, если будет дождь. Да. У него вегетация более вероятней. Виталь, они уже заложены, для него не выйдут. Это вы так хотите. Не, будет, будет. Хотеть вы можете все что угодно. А это уже сорт на Дорг, что скажете по нём? Ну скажем, если там флаговый лист только на выходе, здесь он уже вышел и ждет колоса. Это будет раньше. Этому меньше воды надо. Если дождя не будет, будет вам счастье здесь только. А если будет, то что будет, счастье может и там тоже. Умеете вы поддержать. Да, да, умеем. А что скажем, больше тут ничего не скажешь. Только молиться и ждать. Но распустился он хорошо. Лучше здесь, чем на... Это раз. И лучше, и как бы он... Тут и лист лучше, да? Чувствует себя лучше, да. Лист не скрутился. Ну вот колосок уже капитальный идет. Ну вот он на выходе уже. А там только флаговый лист выходит. Вот же флаговый лист, вот он. И толще гораздо стебель. Флаговый лист уже вот он. А там только вот он, шильцем может поедет. Ну тот сорт более поздний. Это две недели, как минимум. Поэтому в этих условиях он может себя не показать. Может. Ну, кто его знает. Ну и... Завершаем пшеницу. Мы не будем ездить. Пшеница нам уже... Кукурузу. Кукурузу. Уже надеялись. Очень хочу посмотреть. Кукурузу надо еще выстрадать. Поедемте, пострадаем над кукурузой. Больше ничего не хотите? Пусть мы не хотим, Николаевич. Дай Бог, пусть растут. Шикарная пшеница. Судяная. Надор. Надор лучше себя показывать, да? Да. Ну, он и прождество порадовал? Я думаю, что в засушенных условиях он будет более... Я думаю, что в засушенных условиях он будет более... Дай Бог, что он налился только. Ну да. О, хватило. Ага. Здесь у нас посеян подсолнечник. А тут были, да, опыты с покровной культурами. Вот он сходит. Видите, мы практически дыку не убили. Хотя работали глифосатом. Глифосат ее не берет толком, как показал опыт. Видите, осталась еще покровная культура. У нас здесь была вика плюс рожь. Глифосат не берет, поэтому мы здесь будем еще работать и наладим плюсом. И я надеюсь, что нам удастся убрать. И вот о чем я говорил уже. Вы знаете, когда сеешь яровые покровной культуры, нет проблемы с их превращением в вегетации. Либо засуха уничтожит, либо мороз. А вот когда озимые покровные культуры, очень сложно, во-первых, остановить хоть рожь, если какая-то есть неточность в опрыскивании. Хоть особенно вику. Видите, здесь мы работали глифосатом, а она живая. И поэтому озимые покровные культуры, с ними надо очень четко работать. И я надеюсь, мы здесь будем работать и уроладингом плюсом, и уберем только тогда все остальное. А так еще не удалось нам убрать покровную культуру, чтобы не было проблемы. Поэтому есть вопросы, которые еще требуют осмысления, изучения, опытов. Работа еще только в самом начале. Но влага еще есть немножко. Есть? Да. Ну вот если мы раскапаем, вот влага. Еще влага есть. Поэтому в этом году мы уже немножко сделали выводы из прошлого года. Мы всегда подошли к защите растений от вредителей. И уработали их уже семена, и они только надеялись на опрыскивание. И поэтому пока я не вижу каких-то выпадов серьезных от вредителей. Ну, будем смотреть дальше, как будут подниматься растения, как будет поле выглядеть. Наблюдаем. Сегодня красивая солома лежит. Сверху полно закрывает. Очень красиво. Ну вот это то, что вот эта селка дает. Здесь даже нет колтора, который рыхлит. Как бы не хотели, а колтор рыхлит. А дальше не видно, что селки сели. Да. Мы в прошлом году сели с Жерарди. Ситуация была другая. Четкие взрыхленные ряды, как после стриптила. А здесь, если посмотреть вот сюда, то практически мы видим, что ничего не видим в ряду. Мы только видим, что они вмяты. Но почвы нет открытой. Едем дальше. Это поле кукурузы. Предшественник горох. Здесь сели 46 тысяч на гектар. Дальше мы перешли на 50 тысяч. Тут разные варианты. И здесь еще потеяны варианты 30, 40, 50. Здесь у нас был зимая покровная смесь. Вика, Рож и Раб. И на следующий день я опять же повторяю, что нам не удалось справиться с Викой. Посмотрите, кое-где, где-то удачно, где-то нет. Даже стоит, Вика отошла. Хотя мы здесь работали с глипосатом вместе с декамбой. Но очень трудно ее остановить. Поэтому в каких-то местах все хорошо сработало. Видите, не осталось ни Вики, ни ничего. А где-то еще процесс идет. Но тем не менее, опять же, сели этой селкой Гаспарда, которая не предназначена для нуля. Но у нее нету колтера. Но тем не менее, видите, с своей задачей она справилась. Посеяла мне обработанную почву. И мне что нравится, что, вы видите, осталась солома вверху. Нету вот этого такого рядка, как идет, когда колтер прорезан. Знаете? Или когда анкер идет. Да, да. Если вот так посмотреть туда, на солнце, да, видите, груза стоит довольно хорошо. И поэтому с задачей Сирка справилась. И даже, смотрите, сейчас какая засуха идет. Вот где шел трактор, колеса, да. А когда смотрим, несмотря на все это, уже здесь сухо. Видите, даже удобрения, вот лежат они. Они лежат в сухом практически. Они не работают, я думаю. А вот туда идем глубже. В этом году мы последний раз пробуем сеять с удобрением. Я имею ввиду фосфорным кукурузу и посольчиком. В этом году какое различие. Мы удобрение положили не в ряд, а рядом. И посмотрим. И еще для опыта внесения удобрением рядом. Селитры. Если не даст какого результата внесения фосфорных удобрений летом, значит мы тогда отказываемся и переходим на внесение аммофоса только под озимые культуры. Где мы видим очень четкую отдачу. Гибрид какой? Здесь пионеровский гибрид 85-21. Он лучше всего показал и по урожайности, и по водоотдаче. Три листка у нас уже есть. Да, да. Выбинок осела сантиметров пять. Да. Видите, корневая пошла. Корневая хорошо развита, и там уже совершенно влажный слой. Влага есть. Видите, как хорошо она. Хорошее состояние. Ну вот как. Она очень хорошо ломается. Предшественник горох, да? Я вам скажу, зачем эту землю обрабатывать? Вот смотрите, корневая. Зачем ее культивировать, пахать? Чтобы работа всем была. Да. И мы раньше начинали подсолнечек сеять, а потом кукурузу. Да. Мы селимся в Завамарске. А потом сделали наоборот. Ко мне приезжали коллеги. Сель какая? Коллеги из Кубани. И один из них, как зовут Сергей? Сергей Черных. Сергей Черных рассказал. Он научился выращивать кукурузу своей тещи. Да. У нее всегда самая лучшая была кукуруза. И вот Сергей в огороднике. Он говорит, почему? Сей как можно раньше. 10 апреля ты должен посеять. Как же? Я его спрашиваю. Как же в Завамарске возможно? Да, возможно. Но она отойдет. И если раньше посеешь, она схватит влагу и корень уйдет. Все. Ты в шоколаде. И вот видите, какая засуха стоит. Земля отрезкается. Если бы мы сделали наоборот подсолнечек, а потом кукуруза, я думаю ситуация была бы более. нефтябрьки. Поэтому видите. А вот она сейчас там, где есть влага, и зацепилась и пошла. Поэтому. И меня радует то, что мы видим, что почва без всякой обработки она хорошо крошится. При том, что сейчас уже ситуация такая по влаге. Поэтому. Я скажу, что я не знаю выгодно ли вы у нас выращивать. Мне много вопросов задают. Но выгодно ли выращивать кукурузу при такой урожайности. У нас самая лучшая урожайность. Мы смотрели вот на этой гибриде. Была где-то 35. А другие гибриды отечественные, они не показали. Есть такие, что меньше. Но я хочу сказать, для нас кукуруза это как вызов. Но будем ли мы ее выращивать дальше, это еще большой вопрос. Потому что при наших осадках получать рентабельность на ней очень сложно все-таки. Будем ждать кукурузы. Да, да. Если сначала нам нужно было понять, возможно ли это. Сейчас мы хотим... Это момент самоутверждения, да, Николаевич. Да. Мы теперь уже будем ждать выгодной рентабельности. И будем принимать решение. Николай, включили другие нюансы кукурузы. Первый вопрос уже решен. Получается кукурузу наращивать в наших условиях. Да. Да, даже вот эти водки сейчас засушили, будет кукуруза более. Но есть такие хозяйства, которым нужна кукуруза. Допустим, нам она очень необходима, у нас свиноводство. Продавать дешево, купить ее будет очень дорого. Поэтому нам дешевле вырастить для себя. Конечно, да. Это один вопрос. Уже выгодно заниматься этим. Второй вопрос. Уже, слава Богу, занимаемся один год. Уже прошло получение. И нам надо решить вопрос, как их правильно выращивать в наших условиях. Если мы решим их правильно выращивать, тогда мы решим вопрос их прибыли. Ну да. В любом случае, мы сейчас в поиске. И для нас по-прежнему груза это вызов. Потому что сейчас, вот, честно говоря, были небольшие переживания. Получим ли всходы. Потому что, учитывая вот это все погодные условия. Ну, получили. И я даже скажу, что мне больше нравится, когда культура стартует в засушке условий. Если раз хватило влагу, например, ну вот там орохли. Потому что сорняк в этой ситуации, он отстает. А когда выпал дождь, тогда стартует вместе и кукуруза, и сорняк. Есть участок без вики, вот без покрова. Вот на этом поле все. Не до вас. Сколько уже можно контролировать, а? Все до вас. Виталий, а может быть получится так, что вот эта вика, которая покроет во время вегетации в междуряде кукурузы. Ведь посеяно на какой междуряде? Ты же видишь? Нет, она не покроет уже. Потому что мы еще будем работать. Ясно. Мы не дадим ей. Здесь совершенно главная задача на УТИВА. Поле не черное. Поле, хоть маленькая растительность, сухая, она осталась сверху прикрытой. Уже это очень большое значение имеет. Уже не будет того испарения влаги. То есть влаги нам больше хватит. Спасибо, что приехали. Будем надеяться. Спасибо, что приехали. Вместе мы намного больше. Когда кто-то приезжает, я больше вижу, благодаря коллегам, вопросам, я вижу те вещи, которые я сам не вижу. Потому что глаз забыливается. Поэтому такие поездки, я думаю, они интересны всем. Потому что что-то видишь интересное. Вот я много интересного у вас увидел. И что-то вы мне глаза открыли у меня. И поэтому, я думаю, польза есть в этом для всех. Когда мы так обмениваемся. Отмениваемся. Мне нужен приезд, мне тоже нужна пульта. Хорошо, приедем. Что-то встречается. А, немного плохого нестает. Это не видно. Впервые идею я услышал, если бы мне кто-то, например, когда мы только начали заниматься новоделем, сказал, что у нас можно выращивать кукурузу И мне даже такая абсурдная идея не приглядела в голову при наших осадках, какая кукуруза, когда тут подсосники еще не все могут получить урожай И первый раз я такую безумную идею слышал от вас, Ура Леонидовна, когда мы когда-то были на конференции в Аэросоюзе и возвращались И мы тогда сказали, что у меня есть мечта посеять кукурузу и получить урожай Я, честно говоря, послушал, думал, ну это вообще какая-то фантастика, да? Михаил Иванович уже третий год получает сходы и два года Оказалось, что при наутиле это реально можно получать урожай кукурузы даже в таких жестких условиях Мы приехали еще на одно поле, здесь надо пройти каналы, видите, что здесь подстилают у нас, какие камни Нам приходится работать в ситуации, когда почвенный горизонт очень небольшой Мы приехали на поле, где горох наш растет, здесь нут и ячмень Вот так на сегодняшний день это все выглядит А как вы думаете, проводили или нет? Я думаю, что так Вы ошиблись Не было инокуляции Да, да Видимо, здесь есть уже нужные микроорганизмы, потому что мы довольно долго нут выращивали А давайте на нуте посмотрим Видите, глубина здесь небольшая, 100 метров 4 Даже думаю, что и 5 метров нету, когда мы сели, но вот что-то не заделано, а ведь до 4 Видите, уже как, но зацепился и держится Да, да, здорово Значит, здесь есть нужные микроорганизмы, они сами вошли в эмбиоз Ну, видите, трещины какие Вот это посел по влажной почве И где уплотнение было за колесами Трещины появляются все больше и больше Ну, а где Не было такого уплотнения Как будто бы лучше ситуация Да Здесь нету никаких Сто килограммов Четыреста тысяч Где-то мы сели Разные культуры Разные культуры Но Скажу вам, что он стоит на месте Уже Как началась жара В первых, поздно посеяли Это уже будет В апреле в месяц В начале апреля Это для ярович меня очень поздно Ну, хотелось Вашу цель проверить Как он будет действовать На него будут действовать Остатки Евролайтинга Главная цель Ну, заодно хотелось посмотреть Где Междурьяния Но вижу этот год Нет для Здесь, ну, это полоска всего Нет, ну, это у нас Ну, это у нас Есть в другом месте Пассейн А мы специально хотим посмотреть Как действует Евролайтинг На ячмень Здесь основная культура Горох Как Евролайтинговые посолки Как предшественники Да, да Что? В последующую культуру Что возможно выращивать Мы не хотим После этого Подсовечка Сеять пшеницу И поэтому Мы ищем пути Что посеять Ячмень Нут И горох Рассматриваем И поэтому Основные посевы Нута в другом месте А здесь только полоска Потому что Кроме нас самих Никто не даст Это Урожай ниже В прочих равных условиях Я считаю, что подозимы После подсолнечника Влага вытягивается Все-таки За зиму Влага накапливается И не какая И яровых ее больше Стукает За драку, Михаил Иванович Будете бороться С падалицей подсолнечника Но я скажу честно Вот это самый сложный вопрос На который у меня нет ответа Сергей Васильевич Я слышал, что вы там Какие-то предпринимаете Шаги В этом плане В прошлом году Мы купили Самоходную косилку КС-1 И свалили горох После подсолнечника На свал Получилось прекрасно То есть никаких проблем Проблема решена Проблема решена Не нужны Ни десиканты Ни глифосаты Косилка нужна Косилка И подборщик У вас еще нет Нет, у нас есть подборщик И у нас есть косилка У вас кормовая база Нет, у нас это не требовательная база Ни косилок Ни подборщиков Друзья, может у кого-то есть решение Как решить проблему Падалицей подсолнечника В посевах Двудольные Да, двудольные Особенно меня интересует нут По гороху, когда мы работали в прошлом году Агритоксом, базаграном Проблема была решена А вот в нуте Как ее решить? Николай, что мы так само По нуту и по чечевице У нас кое-где вылезла лебеда Ее, вы знаете, практически невозможно Убрать грибецитом Свалили на свал Чечевицу Полежала отнятая В таком пекле И прекрасно обмолотили И их потерь В следующем направлении Ну все, до свидания До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова